всем привет и всем здравствуйте всем желаю доброго утра удачного дня и спокойной или неспокойной ночи это видеоблог номер один фокусы не фокусе челябинская политика и политики с акцентами репризами и превращениями и я ее кошка маргулеса куприна на отчетной неделе меня увлекли два сюжета жизни челябинской области и населяющих ее журналистов борьба областного правительства с общей российским народным фронтом и оттачивание искусство заголовка журналистами же местных изданий когда каждая лыка в строку с какого начнем мне приятнее сначала постебаться над заголовками и смыслами о кошке кто указ читая в прошлое воскресенье вот такое годовщину октябрьского переворота отметили в челябинске 200 человек красивый конфузионный транс получился у акул пера да можно было бы еще круче все равно никто не понял бы что это коммунисты попраздновали 7 ноября можно было бы сказать около памятника ленина 200 человек превратились зюганова а потом отморозились и уехали на оленях смысла не теряется или еще заголовок суд отправил двух южноуральцев на кладбище за езду без прав не переживайте все на самом деле конечно живы деловой квартал челябинска с конечно говорящим уже самим по себе названием телеграфируют в совете федерации урал вместо дубровского и кокорина будет представлять куйвашев расшифровать что сказать хотели расшифрую путин вел состав президиума государственного совета губернатора сверловской области евгения куйвашева а дубровского отправил в консультативную комиссию при госсовете если говорить про смыслы то почти ничего не произошло ну почти вот еще красивый заголовок перекликающийся с вышесказанными несущий в себе заряд оптимизма и порождающий тоже много смыслов памятник ленину на главной площади челябинска станет муниципальным главный фронтовик идет к банкротству так красиво был назван материал о том что первым вип банкротом челябинской области может стать глава регионального исполкома онф член общественной палаты россии денис рыжий и я перехожу ко второму сюжету на сайте он и в которой я подозреваю читают полтора землекопа жители и журналисты была выложена статья о том что фронтовики провели мониторинг их очень беспокоит растущая смертность на дорогах челябинской области первом полугодии 2015 года смертность дтп увеличилась на 21 процент в результате по суммарной смертности челябинская область за год переместилась 12 место на четвертое наши сайты и прочие смеи будучи совершенно уверенными в том что уж кому кому а официальному сайту самого про президентского движения в стране можно верить опубликовали пресс-релиз о nf о том что у нас не все в порядке с дтп и забыли до среды среду как известно вадим евдокимов проводит совещание с главными редакторами ведущих сми области и кое-кто из сотрудников аппарата вадима михайловича пронес на это совещание кошку поэтому рассказываю картинки маслом битых два часа вице губер объяснял несмышленышем что пресс-релиз о nf это подлог неправдивая информация потому что по статистике нашей местной гибдд смертность на дорогах неуклонно снижается и может быть скоро совсем перейдет в отрицательную величину что таким образом сми порочат светлый облик губернатора и ведут подрывную деятельность что называется постоянно пытался наложить табу на вето в принципе кошки умеют читать мысли если вы не знали и мысли главных редакторов ведущих сми города и области я прочитала но одна беда озвучить не смогу запикают все даже предлоги скажу так это были витиеватые мысли с синегдохами и амфибрахиями направленными на вадима евдокимова в итоге даже на сайте магнитогорский металл вышла информашка что у нас все в порядке с динамикой смертности на дорогах а общероссийский народный фронт среду еще раз оповестил своих немногочисленных читателей что существует достаточно противоречивая статистика по случаям со смертельным исходом в дтп у расстата они одни областного гибдд другие кто прав нам предстоит понять заодно фронт проехался и по дорожной революции юревича прошедшая дорожная революция помогла решить инфраструктурные проблемы но появились определенные вопросы с организации движения пешеходов на некоторых светофоров нереально перейти дорогу на зеленый свет эти вопросы мы будем решать совместно сотрудниками гибдд и участниками дорожного движения сообщил сопредседателя регионального штаба унф челябинск области валерий шагиев в проброс скажу что михаил юревич это единственный из будущих депутатов госдумы кто уже сформировал штаб и начал по сути предвыборную кампанию остальные пока боятся сильно высовываться ну и удачи народному фронту с тем чтобы решали они свои проблемы с участниками дорожного движения а я как мне кажется нашла причину недовольства вице-губернатора евдокимова сейчас объясню среду евгений тефтелев встретился с представителями рекламного бизнеса а власти челябинска намерены начать борьбу с рекламным мусором который портит внешний облик города я давно говорила еще летом что по количеству и качеству билбордов родном городе уже давно похоже на карнавальную бразилию климат только не тот ну и издержки климата связаны с этим неприятности а также несколько других вопросов мы обсудим сегодня с александром капитаном депутатом городской думы челябинска членом комиссии городской думы по жкх и благоустройства здравствуйте александр здрасте больше всего меня на этой неделе заинтересовал знаете какой заголовок на в одном из сми евгения тефтелева возмутило то что в челябинске не чистят тротуары и впечатление такое что наша градоначальника постоянно что-то возмущает у него есть эмоции какие-то на эту тему вас-то тоже возмущает то что тротуар у нас в челябинске не чистят на самом деле чистят может быть не так качественно как хотелось бы на самом деле много всяких обращений случаев все-таки люди подскальзываются скользко переломы все остальное но день николаевич не г. николаевич может ему уберись магнитогорска там все-таки по уровне было лучше может быть как-то может городок поменьше может как-то качестве не было сейчас конечно работа вот насколько я знаю ведется ну с управляющими организациями по поводу районов финансирования всяких вот маленьких улочек где жители обращаются где вот скользко пройти там сбоку домов еще что-то много неопределенных территорий то есть таких где нету конкретно закрепленным там управляющей организации которая должна убирать кто-то здесь откуда вообще на это должны браться деньги тоже есть дворники то есть вроде мы их иногда видим вот там где не убираются что нужно сделать евгений николаевич должен деньги сначала дать а вы там как ну тут надо как-то все-таки в бумажном виде понять где территория двора покуда найдет то есть покуда дворники должны убирать покуда уже администрация города там еще как-то вы когда собирается это понять или вообще бардак полнешь если честно с этим делом то есть с границами пор не знаем где тротуар что ли ну почему ну где-то есть чей-то и много ничейных тротуаров скажем так какие-то главные улицы какие-то центральные еще что-то но во дворах где-то за дворами еще где-то много прохода всяких чё себе получается на год назад выбрали депутатов вытаптываем тропинки ходим вытаптываем на же все методом вытаптывания посмотрите в районе в районах вот металлургическом моем районе там не то что зимой там скользкая где-то не убрано там все земли земля в топтана просто в асфальт а когда вот наступит то счастливое время когда мы когда все точно поймут кто за что отвечает вот этот тротуар управляющей компании идем мы к этому конечно наверное идем но по поводу придете ну когда придем это уж я затрудняюсь ответить когда мы к этому придем я серьезно не могу понять эту бумажную процедуру вот евгений николаевич недоволен на дворник вот допустим дворник во дворе вот у него какая территория то есть по сути но дом стоит на кадастром учете вот значит только за территорию дома смотря какую цену еще люди платят по-разному где-то вообще отказ от дворников не то что там даже в подъезде не убирает мы сами будем убирать сами будем мыть а уже убирают не убирают у кого-то там ужас какой творится подъезда от центральные вот эти улицы любого района это условно за это должна отвечать администрация ну да но это наверное там все таки и финансирование есть она это есть деньги расскажите эту тайну есть ну я на самом деле не сильно силен в этом вопросе ну я думаю что бюджет бюджете это заложено в любом разе уборка это в каком уже она виде будет там те же уборка дорог то есть так по графику или реально когда когда надо а денег там в том то и дело что нету вы говорите выделили не но были какие-то небольшие деньги на самом деле то есть выделились два подъезда вот ремонтировал в своем округе из два подъезда вот это депутатский до депутатские деньги то есть перила сделали для пожилых там людей нуждающих каких-то чтобы держаться то есть там не подойти подъезд не зайти то есть там то подъезд есть поручни на на входе нету то есть на доме у жильцов нету денег, вот на депутатские деньги это сделано. Это опять же вот из разговоров, я знаю, что на многих территориях муниципальных депутатов не видели со дня выборов. Все, их нет. От чего зависит? Это очень плохо, это всегда такое было в принципе. Многие люди выбираются же, бывает, что их и они только деньгами выбираются, их не видят вообще в принципе даже. Знают фамилии. А вы зачем выбирались? Ну я изначально в общественном движении СУЗГОРОД, то есть там уже три года я до того, еще до выборов три года работал, как-то мне это все по душе, то есть общение с людьми ежедневные, решение каких-то вопросов там личных, нелищных. Округ примерно там пять тысяч избирателей, и это вот правда то, что говорят, что депутаты стали ближе к народу? Ну конечно ближе. Я пошел, ходил по дворам также, я самовыдвиженец, у меня оппонент прошел уже праймерис от Единой России. Вы-то пошли не от Единой России? Я пошел самовыдвиженцем, да. Знаете, что мне говорят некоторые муниципальные депутации, которые на самом деле там реально работают, ну они так с чувством говорят, да мне иногда свои деньги приходится тратить. Да, да, на самом деле. Это правда? Да. Конечно. А смысл такой? Ну а что, бабушка ну придет, она там вот говорит, вот мне там что-то надо, там не знаю, какие-то элементарные вещи. Ну где эти деньги взять? Ну где? Ну сказать, у вас есть родственники? У вас есть родственники, бабушка, да? Ну попросите их. Ну можно так сделать. Ну обычно бабушка уже приходит, когда уже никто ей не может помочь, то есть может быть какая-то небольшая пассивная помощь, ну допустим с моей стороны. Я уж не буду за всех говорить, как бы, ну периодически такое происходит, конечно. Какое самое главное решение от городской думы? Давайте так, до Нового года вы собираетесь принять? Что нам, что, какие законы вы для нас готовите? Да вроде уже все самое такое произошло, самое уже все такое интересное и не популярное все произошло. Да. То есть все больше сюрпризов от городской думы? Ну да, чтобы на Новый год то не было, то есть немножко заранее, да. Ну собственно. В Новый год как-то неприятно, хотелось бы все-таки праздничное встретить. До Нового года мы пока спокойно проживем, да? На сегодня все. Это был депутат городской думы Челябинска Александр Капитан и я Кошка Маргулеса. Пишите в мою почту кошка Куприна, собака Яндекс.ру, инсайды, сливы, слова любви. Жизнь Самара ставит лайки, а вы не забудьте хорошо провести выходные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok